Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. Лимоны в пищу используют часто. Но! Пожалуй, это один из самых коварных цитрусовых. Если не знать некоторые особенности, как подготовить лимоны, то у одних может усилиться явление жирового гепатоза с исходом цирроз печени. У других явление почечной недостаточности с перспективой пересадки почки. У третьих может ухудшиться состояние сердечно-сосудистой системы до инфаркта, инсульта, либо острой сердечной недостаточности. Особенно, если вы любите использовать лимоны вот так. Не лимонный сок, а лимоны в таком виде. Поэтому первый полезный совет диетолога из этого видео. Нажмите на кнопку поделиться. Отправьте ссылку на него своим друзьям, знакомым. Возможно, именно сейчас они пытаются совершить стратегические или тактически опасную ошибку для своего здоровья. А вы их можете предупредить. Ну а в этом видео я продолжу следующий полезный совет диетолога. Как же готовить лимоны правильно? И первое, что бы я советовал вам сделать. Лимон нужно, конечно же, обязательно помыть. Несмотря на то, что не только руки нужно мыть перед едой, но и лимоны тоже. Несмотря на то, что достаточно серьезные вещества выделяются с поверхности. И не все бактерии могут выжить, но не все это не говорит, что всем лимон чист. Вы не можете гарантировать, что до вас лимоны не трогали не совсем чистыми руками. Поэтому первое, что бы я вам советовал сделать, конечно, взяли какое-то мыло, щеточку и хорошенько обработали поверхность. Вы избавили от различных возбудителей различных инфекций. Возможно, глисток и паразитарных инвазий. Это тоже очень важно, потому что те витамины, которые находятся в собственном лимоне, это ничто по сравнению с тем, что могут съесть возбудители различных инфекций, паразитируя в вашем организме от нескольких дней до лет и, возможно, десятилетий. Второй полезный совет диетолога. Поверхность лимона опасна еще другими веществами. А именно, для того, чтобы продлить срок хранения, лимон могут обработать полимерами. А именно, воском. Воск препятствует высыханию и продлевается срок службы лимона. Поэтому еще один полезный совет диетолога. Конечно, можно заменить на более грубую щетку, но вы потеряете часть активных веществ, которые вам не нужны. Поэтому я бы советовал вам правильно использовать другой совет. А именно, обработать теплой водой. 40-50 градусов, экспозиция 15-20 минут. Если ваши лимоны на поверхности содержали воск, он растворится, и вы это увидите на поверхности воды. И в этом случае, чего вы лишаетесь? Воск, если вы вот таким вот способом готовите чай китайский, либо кофе, либо чай имбирный. Очень часто добавляют лимон с кожицей. Горячая вода прекрасно растворит в напиток. Выведет эти опасные вещества. Попадая в печень, нарушается работа печени. Появляется жировой гепатоз. И вот здесь вы понимаете, что работа организма, метаболический мозг работает теперь хуже. И обменные процессы будут обеспечиваться значительно сложнее. Поэтому, если вы потратите несколько десятков минут на то, чтобы удалить избыток воска с поверхности лимона, то можете использовать лимоны так. Если вы хотите использовать только лимонный сок, то это движение вы можете не делать. Но я вас предупредил. Далее, еще один полезный совет диетолога. Часто используют лимоны вместе со шкуркой. Поедание шкурки интересно. Конечно, там есть ароматические вещества, которые раздражают вкусовые рецепторы. И у вас новые ощущения. Эти ароматические вещества нарушают работу почек. И я бы советовал перейти на другой способ приготовления лимонов. В случае, если у вас в роду мужчины рано облысели. Или есть обмен на дистрофические заболевания в суставах. Или есть проблемы с почками. Иными словами, у вас не самая лучшая генетика. И в этом случае не стоит испытывать ее теми ароматическими веществами, которые находятся в кожице лимона. Они раздражают почки и достаточно серьезно могут нарушить их работу. Поэтому этот совет относится не ко всем. Но кому он адресно попадает, вы понимаете, что так будет реально лучше. Далее. Конечно же, сок лимона содержится в мякоти. Но тут содержатся еще и косточки. Некоторые эксперты говорят, что косточки нужно есть. Там много активных веществ. Посмотрите на дерево лимона. Оно прекрасно растет. А выросло-то из косточки. Чаще всего. А здесь я скажу вам. Я бы косточки не советовал вам есть. Советовал бы все-таки выплевывать. Те же ароматические вещества берегут косточки от поедания другими животными. Человек может есть. Не советую вам это делать. Опасное не для жизни сегодня, но для здоровья состояние точно у вас возникнет. Нарушение работы почек тоже со временем может быть. Расход 150 тысяч долларов на пересадку одной бывшего употребления почки возможно вас не останавливает. Но я вас предупредил. А вы делаете тот выбор, который делаете. Далее, конечно же, сок лимона. Он содержит максимум полезных веществ. И как его используют чаще всего? В таком виде. Только избранные могут использовать сок лимона. Я бы советовал вам использовать его попроще. Вы берете просто чистую воду. Берете вилку. Вилку в лимон. И отжимаете сок. Вилка поможет вам выдавить больше сока. И в этом случае вот такую лимонную воду я очень часто советую использовать большинству своих пациентов. Потому что она помогает усиливать работу пищеварительной системы. Начиная от желудка. Даже в полости рта. Если вы заметили, я очень часто глотаю слюну. Потому что говорю о лимонах. И рефлекторно у меня выделяется больше слюны. Поэтому такой напиток очень хорош. Но я бы советовал все-таки использовать соломинку. При употреблении лимонной воды. Все-таки кислоты лимона раздражают. Не только слизистые. Но и они способны растворять кальций. Да, лимонно-кислый кальций он растворим в воде. Вы потеряете кальций в зубах. Он сосется. Попадет в кишечник. Сосется в кровь. И где-то ваш организм его найдет применение. Но не весь вернется в зубы. Иными словами у вас зубы будут становиться все хуже. А работать с томатологом все больше. Поэтому правильное употребление лимонной воды. Для того, чтобы вы могли лучше пережевывать пищу. И дольше работать именно своими зубами. Все-таки пейте через соломинку. Но не все могут пить лимонный сок. Я вас прекрасно понимаю. Раздражение желудка усиливает секрецию желудочного сока. И вы получаете улучшение переваривания пищи в желудке. А те, у кого секреция сока нормальная. Или даже повышена. Они не могут, казалось бы, пить лимонную воду. Но не все. Только те, кто не знает. Еще один полезный совет диетолога с качком. Реально можно получить полезные вещества из лимонного сока. Без раздражения желудка. Для этого нужно просто использовать еще один секретный ингредиент. Это пищевая сода. Количество небольшое. Буквально вот на кончике ложечки. Бросили. Перемешали. И у вас появились пузырьки. Видите? Помутнело. То есть тут появились пузырьки, которые показывают на то, что... Видите? На поверхности пузыречки есть. То есть идет реакция нейтрализации кислот, которые были в лимонном соке, пищевой содой. Если вы не уверены, не уверен, не обгоняй, можно добавить еще. На этом этапе у вас получается прекрасный газированный напиток. Естественным способом. Ну а нейтрализация кислот, которые были в лимонном соке, позволит вам получить еще одну опцию. Иными словами, биологические активные вещества лимона к вам попадают. А раздражение желудка не происходит. И в этом случае вы можете употреблять лимоны в пищу. Без риска обострить гастрит, обострить язвенную болезнь. И погибнуть от кровотечения. Кстати, такой же способ употребления лимонов работает, если вы любите пить чай или кофе с лимоном. Или с чая китайского. И плоды дерева аравийского содержат много кофеина. Кофеин великолепно стимулирует сердечно-сосудистую систему. Но если она не ослаблена. Вот если она ослаблена, стимулировать кофеин может только врач-реаниматолог. По жизненным показаниям. Во всех остальных случаях я бы не советовал вам пить чай с лимоном. Или кофе с лимоном. Без риск для вашего здоровья, вашей жизни резко увеличен. Просто растворимость алкалоида кофеина в кислоте, в лимонном соке резко увеличивается. А соответственно, жестче будет стимулироваться сердечно-сосудистая система. Как от этого избавиться? Да очень просто. Добавьте пищевой соды. Нейтрализуйте кислоты лимона. То есть, иными словами, вы когда готовите чай, либо кофе, вы добавляете туда пищевую соду. Она нейтрализует кислоту лимонного сока. Кофеин становится нерастворимым. Если мы ведем речь о кофе, кофеин, теобрамин и теофилин из чайного листа тоже становятся нерастворимы. Если мы говорим о чае. И в этом случае эти напитки станутся безопасными. Стоит гипертонику, либо гипотонику, либо человеку с атеросклерозом сосудов, неважно в какой области организма это присутствует, выпить чай с лимоном без пищевой соды, либо кофе с лимоном без пищевой соды, либо имбирный чай, туда часто добавляют чай китайский, и без пищевой соды, резко увеличен кардиологический риск. Очень легко умереть от инфаркта, инсульта, либо острой сердечной недостаточности. И не говорите, что доктор Скачко вас не предупреждал. Смотрите чаще мой канал. Если вы не подписчик, подпишитесь. Уверяю, много полезной информации на нем уже есть. А будет еще больше. Для того, чтобы вы жили лучше и дольше. Меньше рисковали своей жизнью. И меньше наживали болезней. В том числе, если вы неправильно используете лимоны. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте использовать, искать кулинарный канал Геетолога Скачко. Там много полезной информации, которая, уверяю, вас будет нужна. А в этом видео вы хотя бы знаете, как в бытовых условиях правильно использовать лимоны. Хоть один цитрусовый теперь вами будет употребляться правильно. В одном из следующих видео я расскажу, как с лечебной целью использовать лимоны. Для лечения заболеваний почек, суставов, других болезней. Ну а это будет в следующем видео. До новых встреч!